На часах 11.06, сегодня среда, 24 октября. Здравствуйте, вы слушаете программу «Разворот на бизнес». Партнер программы «Разворот на бизнес» – Кировский завод «Сельмаш». Всем действительно хорошего дня. Олег Прохоренко и Владимир Сметанин. Да, мы приветствуем вас. Сейчас будем обозначать тему и представлять наших гостей. Решений не принимает. Мы сегодня будем обсуждать с нашими экспертами, с нашими гостями. И в гостях у нас Владислав Леонидович Попов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области. Добрый день. И Азиз Олегович Агаев, руководитель аудиторской консультационной компании «Бизнес Информ», зампредседателя правления союза хозяйственных руководителей Кировской области. Приветствую всех. Добрый день. Мы, на самом деле, я сейчас свидетелем стал уже небольшой дискуссии, развернувшейся на пороге буквально здания, где мы находимся. Азиз Олегович и Владислав Леонидович начали спорить по поводу того, вот урбанистический форум как раз сейчас проходит первый в Кирове, в нашем городе. Владислав Леонидович именно оттуда вот пришел, у него, соответственно, бейдж. Бейдж, соответственно, да, вижу, что вдохновлен, впечатлен уровнем дискуссии и тем, что проводится. И вот мы тоже хотели с Олегом, в общем-то, с этого почему бы не начать, потому что вопросы, которые там обсуждаются, они непосредственно связаны, да, с экономической стратегией региона от того, сколько денег в кармане, да, у области. Это напрямую зависит, как он будет выглядеть. Тем более, если речь идет об областном центре, который аккумулирует там максимум денежного потока вообще, который есть в области. Азиз Олегович настаивает на том, насколько я понял, что сначала нужен базис, да, так называемый. Давайте, давайте. Откуда деньги? Да. Откуда деньги? Не только для того, чтобы обустраивать центр города Кирова, нашего любимого города, а обустраивать весь Киров. Потому что в центре-то живет самая небольшая часть населения города Кирова, основная эта часть живет, извините, по окраинам. Давайте как бы по каждой окраине проводить урбанистический форум, чтобы каждую окраину, так сказать, города сделать лучше, чем центр. Потому что сегодня центр и учреждения государственные, которые в центре находятся, решения, улучшающие жизнь населения Кировской области, не принимают. Пусть они и живут в тех условиях, в условиях хуже, чем... То есть пусть переезжают на периферию. Пусть на периферию переезжают и снег там убирают, в первую очередь, когда, значит, он выпадает, а не в центре, как бы, в тех местах, где люди живут и так далее. Это как кураторство там над школами и прочим членов правительства, над муниципальными образованиями, вот так же точно кураторство над микрорайонами и непосредственным проживанием в этом микрорайоне. Да. Владислав Теонидович готов поспорить. Да. Он считает, что формат такой возможен. Не совсем, не совсем, как бы, может быть, принципиальный спор. Просто, значит, здесь Олегович говорит о том, что надо сначала заработать четкий стержень, базис, стратегию. Я говорю о том, что, собственно говоря, политика урбанистики — это многовекторная политика, которая, например, если брать отдельные проекты, то они обеспечены финансами и организационно. Просто их нужно, первое, их нужно организовать, свести в единую, так скажем, многовекторную дорожную карту и, главное, это контролировать. То есть какие-то меры, определенные меры, потому что это много совершенно разных процессов, часть из них уже можно делать прямо сейчас. Например, можно делать те, которые у нас касаются, может быть, не столь затратных проектов, не столь глобальных проектов, но надо куда-то двигаться. Всегда, каждый день нужно куда-то двигаться. Вот смотрите, я, если позволите, один такой внесу. Понятно, что можно какие-то проекты реализовывать. Но бывает такое, просто из своей практики, когда ставится телега вперед лошади, и когда мы начинаем заниматься... Ой, посмотрите, вот видите образ, который я вам приводил. Украшательством. Пожалуйста, мы с Олегом не договаривались. Парамос впереди вагонов. Украшательством начинаем заниматься города, а между тем есть, ну, просто больное, да, есть коммунальная инфраструктура, которую нужно менять. Молодец. Уже потом, да, начинать, начинать с основы, начинать с системы жизнеобеспечения города. И, кстати, Олег, один пункт стратегии развития, значит, Кировской области до 20-го года по, значит, ЖККшной теме. По инфраструктуре, как раз, да, коммунальной. Есть у нас, смотрите, снизить долю утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть до 18%. Но 18% это все равно много, по-моему. Представляете, вот эта стратегия, которую, значит, корректировал Никита Юрьевич, будучи губернатором Кировской области, вот она есть, интересно, интересно, как реализует нынешняя власть, так сказать, эту стратегию. И насколько снизилась доля утечек, ну, уже не только воды, но и тепла, например, из сети. А мы-то знаем, что настолько дырявые трубы, инфраструктура, так сказать, и каждый день думаешь, а эту зиму выдержат эти трубы? А не замерзли ли ты еще пару домов в случае чего, так сказать? Ну, слава богу, не замерзают дома. Ну, мы-то знаем ситуацию, когда по области, так сказать, в тех или иных поселках происходят аварии, где в экстренном случае, объявляя чрезвычайную ситуацию, структуры, которые обязаны это делать, начинают спасать людей фактически от мороза. Мы-то об этих вещах не знаем. То есть, тогда вопрос, а кто должен координировать эту работу по, в том числе, там, урбанистике областного центра и других муниципальных образований? Ну, как раз для этого у нас есть две структуры. Это исполнительные и профессиональные власти. Вот они могут работать параллельно. Естественно, основной исполнителя, это исполнительная власть, это муниципалитет. Муниципалитет. Да. Должен участвовать в первую очередь, я считаю, что и депутатский корпус, который, собственно, с собой, как сказать, олицетворяет общество. Каждый из депутатов был выбран определенной территорией и отвечает за эту территорию. Ну, и то, что мы как раз дискутировали до начала данного эфира, мы на чем, собственно, я думаю, коллегиально сошлись. Я думаю, сейчас меня как раз поддержат коллеги, которые участвовали в этой дискуссии. Давайте, всегда, не надо изобретать парвоз. Есть научный термин бенчмаркинг. Давайте посмотрим, похожи на нас территории, похожи на нас города. Каким путем они идут. Давайте посмотрим чужой опыт. Положительный и отрицательный. А есть хороший опыт? Здесь, Сергей Ильич? Есть, есть. 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 Зачем ли вам? Нельзя сказать, что весь этот опыт, например, на территории России есть целиком, но по каким-то частям, мы же понимаем, что любой проект состоит из отдельных частей. Мы можем выбрать именно ту часть, которая получилась лучше, и перенести с учетом нашей специфики этот опыт. Именно российских. И, может быть, еще городов, извини, пожалуйста, Влад, и, может быть, тех городов, ну, тогда ладно, чтобы не красть твои мысли, пожалуйста. Нет, нет, просто вот вы как раз, это как раз, вы сами говорили, что сначала нужно сделать базис, и я говорил, что можно проектами входить. Вы сейчас как раз об этом говорите, что можно брать отдельные успешные проекты. И которые, как пазл, будут совершенно верно в общую картину. Вот, коллеги, когда я говорил про базу, я ведь, смотрите, и, Влад, я думаю, и вы тоже, и, может быть, большинство слушателей, и я тоже в своей жизни немало проектов как бы составили. Тех или иных. Тех или иных проектов. Значит, какое-то количество, я уверен, что большинство этих проектов лежат у вас на полочках. На которые какие-то в части детей, например, реализованы. Ну, части детей, это актуально, потому что они каждый день растут, и ты как бы все равно, в первую очередь, это как, знаете, это как проекты, вот почему про инфраструктурные там проекты, да, мы должны, наверное, думать про инфраструктурные проекты прежде всего, потому что там есть, пить, спать там и так далее, это неотложные как бы там нужды. Но большинство проектов у вас лежат на полочках. Ну, такова ситуация. Никто, так сказать, принцип Парета, так сказать, не отменял, там 80% лежит на полочках, максимум 20% вы реализовали. Почему они лежат на полках? И вот мы возвращаемся к базису. Основная причина – отсутствие ресурсов для реализации этого проекта. Какие ресурсы? Мы имеем в виду финансовые ресурсы, кадровые ресурсы, ресурсы в виде знаний, там, и так далее, и так далее, и так далее. И вот они лежат, и вы думаете, ну, вот придет время, когда я подкоплю денег, или я там, значит, найду правильных там людей, там, строителей там, или кого-то еще из специалистов, и мы, значит, эти проекты реализуем. Идут годы, десятилетия, а они все лежат. Да, ну, в принципе, урбанистикой ведь там ни сегодня, ни во время форума начали, так сказать, я слежу за тем, как бы, за новостями, там, созваниваюсь с людьми, как, чего. Да, ну, не пошел и не пошел. Ну, простите, если это вас, как бы, обижает каким-то образом. Но мы же урбанистикой уже сколько занимаемся? Сколько вашей передачи «Урбан» уже идет, Олег? Два-три года. Ну, не моя, но на Эхи идет уже передача. Ой, нет, больше, больше. Да, больше, больше. В принципе, эти вопросы и эти проекты, и, значит, люди друг с другом встречаются. Я вот знаю одного прекрасного предпринимателя итальянца, который на территории Кировской области действует, который еще предраном ходил к нему по поводу, там, оптимизации, там, дорожного движения. Еще предраном это так прозвучало, как это было давно уже. Да это уже давно. Хотя, в общем-то, не так уж и давно. Ну, три года минимум. Три года. Он только два года в банкротстве как бы находится, там, а еще, там, до этого еще ушел, так сказать, да. Но речь ведь не о том, значит, надо нам или не надо. Да, идите, развлекайтесь, составляйте новые проекты, потому что это весело, это креативно, это там, ну, так или иначе, позитив поднимает наше настроение и так далее. Завтра вы вернетесь снова на грешную землю, у вас будут проекты, и вы будете решать. Вот на этой грешной земле снова обустраивайте вот этот центр, в котором вы и живете. Ну, я имею в виду руководителей Кировской области, они живут, в основном все в центре живут. Вот, вы для себя как бы это сделаете. Или мы эти средства направим на то, чтобы люди жили во всем Кирове лучше, а не съезжались там в центр города во время там праздников, потому что на окраинах там делать нечего и нет вариантов. Ну, слава богу, что АвиТек поддерживает там дворец культуры там, и там мероприятия там какие-то поддерживает там. Он уже областной, он же не АвиТек. Но, тем не менее, АвиТек там проводит постоянно мероприятия и выделяет там. Родина, Лепси. Родина там, Лепси там выделяет там на праздники, там день. Слава богу, что есть как бы вот такие руководители и такие предприятия на территории Кировской области. Спускаемся на грешную землю и говорим, а где деньги? Вот, я читал, по-моему, на вашем там сайте, женщина написала. На сайте это две станции. Да, что Кочаровский парк три года не можем обустроить, а вы тут, значит, то враг засора там. Не можем. Ну, это планы, которые озвучены вчера были. Да, но не можем обустроить. Ну, надо признать, не можем. Не можем. Почему не можем? Влад, где эти организационные ресурсы там, эти умы там управляющие, там эти средства, и почему они так неэффективно используются? Я понимаю так, что делает, ну, предпринимательский подход. Что делает предприниматель, Влад? Что делает предприниматель? Если у меня не получается, я ухожу в другой бизнес там, где у меня получается. Значит, если у этого руководителя не получается выполнить, он должен уходить. Нужно развивать культуру ухода руководителей государственных и муниципальных образований быстренько, как только у них не получилось что-то. Пусть приходит другой человек, у которого получится. А потом он пусть возвращается, когда будет. А где, собственно, гарантия того, что мы найдем, в конце концов, человека, у которого будет получаться? Ну, поэтому сидите с человеком, который не умеет и не делает, и не получается. Учитывая, что у нас здесь сегодня собрались совершенно разные люди, а я, так скажем, все-таки в двух чиновников, общественных. Но все-таки сегодня в рамках этой дискуссии, наверное, мне целесообразно ставить позицию чиновников. Я постараюсь ответить, как бы. Да ты уже в позиции чиновника. Зарплату из бюджета получаешь, название, должность у тебя. Я отвечу здесь как чиновник. Во-первых, действительно, я считаю, что, учитывая, что эта машина работает, она действительно работает. Но вот возвращаясь к нашей теме дискуссии сегодня, ну, к площадке, к тому же экономическому совету. На мой взгляд, здесь не должно быть просто вопросов, что выделать, а как. Должна быть некая площадка, на которой есть регулярный взаимный отчет. То есть, если общественники знают, в кавычках, как они считают правильным управлять теми или иными аспектами нашей деятельности, что касается муниципалитета, что касается экономики, и считают, что чиновников нужно поправлять, есть площадка. Так давайте мы это будем делать в рамках регулярной дискуссии, протокольной дискуссии. Например, в рамках того же экономического совета, куда чиновники должны отчитываться, во-первых, по стратегии. Это, как я понимаю, основная задача работы данной площадки. И в рамках этой стратегии отчитываться, взаимно отчитываться по реализации ее элементов. Так. Вот вопрос площадки. Значит, это становилось не раз объектом столкновения мнений, как бы вопрос площадки. В чем конкретно? Ну, когда ты говоришь, что отсутствует площадка, мне говорят, есть площадки. Ну, вот был я когда-то членом этой площадки, одной из площадок, там, Координационный совет по развитию предпринимательства при главе администрации города Кирова. Вы эту историю помните? Когда без согласования, без обсуждения на Координационном совете просто тупо увеличили налоги для малого бизнеса на территории Кировской области. Поняли коэффициентка 2? Да, ЕНВД. При этом никакого обоснования не было, кроме того, что в бюджете нужно еще 300 миллионов, значит, на, там, ну, как обычно у нас говорят, на детские сады, там, на то, на сё, там, и так далее, и так далее, да. По положению об этом совете, этот вопрос должен прежде всего обсуждаться на Координационном совете, а потом выноситься. Совершенно верно. Да, выноситься на, значит, принятие решений. Значит, я поднимал этот вопрос. Мне сказали, да мы так делали и будем делать, было сказано в свое время, там, главой администрации. Результат, площадка эта, вот мне тоже нужна площадка, я из этой площадки ушел, пусть там обсуждают, как бы, люди, которые готовы, так сказать, молчать, там, голосовать просто, там, да, и так далее, и так далее. Если ты мужчина, то ты должен поступать, как мужчина, и тебя должны слушать. А если ты просто за статусом пришел, за корочкой, чтобы потом пока, Мария, тут член чего-то там, ну, и с тобой член такой. Вы не поверите, но месяц назад мы приглашали сюда представителей Уржума, главу администрации предпринимателей, обсуждали как раз как… Главу Уржумского района Виктора Силина. Виктора Силина, и как раз обсуждали эту тему, как раз пока два, и они объясняли, что да, мы понимали, что у нас выпадающие доходы, но у нас есть совет предпринимателей, который решил, что мы обязуемся увеличить там количество предпринимателей физически, да, и отчислений в бюджет, но сохраните, пожалуйста, коэффициент на этом уровне, сохранили. То есть там с этой точки зрения взаимодействие есть. Правильно, было два района в Кировской области, это Уржумский район и Оречевский район, которые… Я хочу добавить… Которые не подняли… Я хочу добавить, да, вот в эту же тематику, если мы говорим сейчас про районы, вот я недавно приехал с Котельничьей, и как раз эту тематику подняли, что сам бизнес достаточно пассивен, и вроде бы есть вопросы к муниципалитету, но вот кто-то бы нас бы как-то собрал. Так вот, зачастую… А что, выйти с инициативы? А куда выйти? Сейчас, слава богу, у нас сейчас в Котельничье есть свой районный обосмен, который сказал, я вот буду ваш бизнес поднимать, аккумулировать, и вот уже коллегиальное мнение в виде работы этого совета, в Котельничье тоже есть совет по предпринимательству, доносить до органов власти. И вот, отвечая на ту, как сказать, ситуацию, инцидент, который был где-то когда-то, в каком году это было, здесь, Игорь Ильич? Да я уже не знаю, какого-то. У нас сейчас, на самом деле, возник институт того же обоцменства. Я надеюсь, что сейчас, ну мы, я думаю, об этом еще поговорим, про роль общественных объединений, но как минимум, что есть, какие инструменты есть у обоцмена. Первое, у нас есть ОРВ, оценка регулирующего воздействия. Это федеральное инициатива, это федеральное законодательство, которое у нас акцеполировано на уровень региона и уровень муниципалитетов. То есть без оценки ОРВ законы, нормативные документы, ухудшающие состояние экономики, не могут пройти. Кто за тем следит? Не общественники, прокуратура. Поэтому, это вот не надо, скажем, просто где-то огульно говорить. Сейчас механизмы есть. Я ничего огульно не говорю. Я живу в этой, так сказать, среде, что и ты. Окей, прокуратура следит только за процессом, чтобы процесс был законен. Итак, неоднократно задавал вопрос представителям власти и руководителям этих же общественных организаций, о которых ты будешь говорить, которые говорят, ну слушай, нас просили не обсуждать этот вопрос, нас просили не возражать, нас просили не... и так далее. Но, зачем следит прокуратура, чтобы обсуждение прошло? А я говорил руководителям, органам власти, и губернатору, и на одном из своих выступлений, которое ему сильно, так сказать, не понравилось, да, я говорил, что, друзья мои, если мы пишем свои возражения вам, аргументацию, вы хотя бы скажите нам, что вы не принимаете, и почему не принимаете, чтобы это не было так, что мы тут мозги включили, проработали, собрали статистику, хотя это они должны были собрать там всю информацию, цифры и так далее, да, когда, ну, готовили тот или иной нормативный акт. Они там раз, хоба, а где бумаги? Да кому они нужны? Мы процедуру выполнили. Прокуратура нас теперь не спросит, что мы нарушили процедуру, мы процедуру не нарушили, а поэтому идите туда, куда обычно в России посылают. Есть такое предложение, вот мы каждый раз начинаем все сначала, вот у нас сейчас новая власть, как в городе, так и в регионе. Где это у вас новая власть? Три года губернатор сидит, покажите мне, где это вы? Я, по-два, с кастрюмами, еще подходим. В какой области вы живете? Новая власть. В нашем любимом регионе. Ну, давайте будем думать, что она новая здесь, Александр Ильич, ну, пожалуйста. Ну, вот когда Влад Дайбук станет губернатором, вот мы к нему придем и скажем, так, власть идут. Слушайте, это расстреляна должность. Давайте вот сейчас, все-таки, давайте сейчас не выйдем в их сторону. Смотрите, мы сейчас коснулись с чего? Общественной позиции. Вот действительно есть достаточно едкая, но объективная позиция вот у моего сегодняшнего оппонента. Но, вот я сейчас хочу сказать, что у нас есть институт общественников. Он есть. Институт общественников? Да. Что это? Официальные деловые объединения. У нас, как минимум, в регионе четыре федеральных и несколько... Объединений предпринимателей мы имеем в виду. Да, деловых объединений, которые, собственно, функционалом которых являются защита интересов бизнеса. Это у нас торговая промышленная палата. Давайте продолжайте. Торговая промышленная палата. Деловая ветка. Опора России. Уже плаваем, да? Какая ветка? Верно. Деловая ветка. Деловая Россия, опора России и РСУП. Это уже пошли на наши региональные. У нас Алик Кайсин, у нас Труна. Кто еще у нас там? Давайте из активно работающих уже будем называть, да? То есть те, кто так или иначе хоть чуть-чуть там шевелится и что-то где-то какие-то приложения. Это вот Совет хозяйственных руководителей и торговая промышленная палата. Все остальные организации. Ну, там, кто-то, что-то для кого-то, что-то там где-то создано. И там кто-то чего-то там... Ну, короче, не живы, не мертвы, скажем так. Вот формально живы. Моя-то мысль в том, что должна усказаться позиция не какого-то отдельного человека, а вот сразу коллегиальная мысль. И с этой позиции нужно считаться. Мало того... Почему не считаться с позиции отдельного человека? Погодите, считаться надо. Но просто позиция отдельного взятого человека — это позиция отдельного взятого человека. А позиция делового объединения — это позиция коллегиальная. Вот когда позиция отдельного взятого человека будет поддерживаться коллегиальным органом, это будет прекрасно. Не будет она поддерживаться коллегиальным органом? Потому что коллегиальному органу сказали, ты в это не вмешивайся, а то какие-нибудь последствия. Мы тебя сменим, мы тебе помещение не дадим, мы тебе там еще что-то сделаем. А вот для этого можно бизнес-амбудсмена услышать каждого отдельного человека. Собственно говоря, да. Одной из задач красного амбудсмена является взаимодействие с данными общественными институтами по защите бизнеса. Я сейчас как бы, условно говоря, я же получиновник, полуобщественник, я сейчас как бы в рамках данной дискуссии являюсь чиновником, а вот как бы общественником сейчас является мой оппонент. Поэтому я сейчас его спрашиваю. Но мы оба любим Кировскую область. Обожаю, влюблены. И хотим действительно благополучия, но вот все-таки у нас сейчас, к сожалению, здесь нет ответственных руководителей деловых объединений. Все-таки вот, на мой взгляд, они должны быть. Скоро будет. Николай Михайлович, нам скоро присоединится, Липатников, да, и мы продолжим дискуссию уже с его участием и с его видением как раз процессов. То есть, если вернуться все-таки к экономическому совету, то какая роль общественных объединений как раз в этом экономическом совете должна быть? Ключевая. Это как раз то, о чем говорит Азиас Алиевич. Вот просто он высказывает компетентно, грамотно, последовательно свою позицию. Я подчеркиваю, эта позиция... Спасибо. Это не лезь, это факт. Но это позиция отдельно взятого представителя бизнеса. Да, ее нужно слушать. Но я подчеркиваю, вот когда она будет коллегиальной, ее власть обязана услышать. Потому что, во-первых, есть демократические институты, да, есть омбудсмен как гарант того, что бизнес должен быть услышан чиновниками. Есть прокуратура, которая вмешивается, есть нарушенная определенная процедура, вот та же ОРВ. Мало того, еще есть даже у нас уголовный кодекс, который напрямую в рамках одной статьи, что делать статья уголовного кодекса, говорит о том, что чиновников... Да ладно, но процедура, только процедура. Процедура как таковая, это хорошо, когда ты удовольствие от чего-то хочешь получить. А когда ты хочешь ребенка родить, то хочется результат как бы, да, понимаешь? Конечно, процедура прошла, а результат там. То есть ты уже не применяешь каких-то средств, просто получаешь удовольствие, а нужен результат. Вот смотрите, когда мы говорим о площадке, это не просто какой-то процесс, это процесс с результатом. Все действия фиксируются, протоколируются, они последовательны. Вы понимаете, это та площадка, которая должна работать. Вопрос не в том, хорошая или плохая площадка. Какая это площадка? Так, а я предлагаю сейчас немножко прерваться. А я хотел еще один вопрос задать. И мы продолжим с этого, да, с процесса, который должен контролироваться и выполняться. Давайте, небольшая пауза. Ну, так и не для удовольствия процесса, а для результата, да? Это программа разворот на бизнес, через минуту продолжим. Партнер программы разворот на бизнес Кировский завод «Сельмаш». Продолжаем наш разговор. Владислав Попов, полномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области, Азиз Агаев, руководитель аудиторско-консультационной компании «Бизнес Информ», зампредседателя правления Союза Совета, простите, хозяйственных руководителей Кировской области. А говорим мы сегодня по теме необходимости эксперта, вернее, совета, экономического совета при губернаторе. Тема называется «Надо посоветоваться. Зачем губернатору 21 советчик по экономике?» Давай еще раз напомним, кого мы ждем. Мы ждем заместителя председателя этого экономического совета, первого, ой, простите, да, заместителя председателя экономического совета, президента Союза авиатско-торгово-промышленной палаты Николая Михайловича Липатникова. Кроме того, мы связывались с другими членами экономического совета, но так или иначе, по тем или иным причинам, они не могут сегодня в нашей программе поучаствовать. В частности, я имею в виду Константина Марковича Гозмана, занят сейчас на комитетах ОЗС. Миронов Павел Алексеевич тоже сослался на занятость. Это коммерческий директор компании «Кировспецмонтаж». Также мы пытались пригласить в нашу студию министра экономического развития и поддержки предпринимательства Анатолия Михайловна Кряжева, тоже очень занята. Во втором части, после 12, очень надеюсь на то, что член экономического совета Владимир Леонидович Шулаев, известный наш аграрий, все-таки к нам присоединится по телефону. А мы сделали паузу на моменте, что есть площадка, формально, да, неформально, она существует, но не имеет силы в силу того, что ее решение... Ну, во-первых, нужно собираться регулярно, да, этого там в положении нет, а во-вторых, самое главное, что все решения, которые принимаются, они должны отслеживаться и докладываться об их исполнении. Олег, то, о чем ты говоришь, это... У тебя ведь тоже есть экономическое образование, да? Это, значит, классический, как бы, значит, управленческий круг называется, да? То есть мы разрабатываем план, мы начинаем его реализацию, организуем, координируем, там... Контролируем, исполняем. Не-не-не-не-не, организуем, контролируем, реализовываем. Дальше наступает этап контроля и оценки, и после этого мы возвращаемся снова к планированию. То есть этот управленческий круговорот, ну, мы ведь все грамотные, мы должны понимать, что это подразумевается при любой управленческой деятельности. Если этого нет, то реальная работа заменяется имитацией. То есть если одно звено хотя бы выпадает из этого, то все... Все заменяется имитацией. Имитировать, к сожалению, очень многие сотрудники и работники, так сказать, управленческих структур государственных научились хорошо, к сожалению. Потому что за это их не бьют, а бьют как раз за то, что если они вдруг ошиблись во время выполнения каких-то там реальных поручений и деятельностей и так далее. Давайте по площадке. Вот площадка была создана еще, если я не ошибаюсь, при Сергеенкове. Еще она существовала. Я был тянул Кириллского совета. Царство ему небесное. Значит, он активно использовал, он часто собирал экономический совет. Ну, по делу, не по делу, этому уже, так сказать, люди дадут оценку. Владимир Анилович вообще, в принципе, любил, по-моему, так советоваться. Да, но не будем сейчас как бы о его работе, достатках или недостатках. Да, я был членом этого совета и могу сказать, что достаточно эффективно была регулярная работа. Регулярная была работа, да. А кто был членами, вот вопрос, кто был членами того совета? Вот сейчас не вспомню, достаточно большой состав, много было экспертов. Кстати, их было больше 20 человек. Их было около 60 человек. Они были сгруппированы в секции. Они были, нет, значит, они не были сгруппированы. Был, был, нет. Как член совета, Влад имеет право сказать, что группировка была. Нет, ну, может быть, неформально они группировались. Вы были совсем молодым человеком, получается. Я был, наверное, может быть, даже самым молодым человеком. 20-го чем-то было, да, наверное, когда вы были. Если ошибаюсь, я вошел в состав совета в 2001 году, если не ошибаюсь. Было несколько лет фактически до вступления в должность замгубернатора. Итак, после этого, значит, приходит Шаклеин губернатором, и он кардинально меняет работу, значит, прислушаясь к тем же, так сказать, экспертам. Он меняет кардинально работу, потому что были вопросы по координации, по организации работы, в том числе содержательной, по экономического совета. И он кардинально меняет и усиливает роль именно общественных деятелей в экономическом совете. На тот момент это было оправдано? Было абсолютно оправдано, да. Это был такой период, ну, не знаю, многие помнят, как бы начальные годы деятельности Шаклеина, это многие называют романтическим периодом, когда очень активно, в интересах области очень много делалось, так сказать. Итак, Шаклеин что делает? Он сам выходит из экономического совета, потому что считает, что при губернаторе не может быть губернатор председателем экономического совета. Если это совет при губернаторе, он не может быть председателем этого совета. логически все понятно. Далее, чтобы не делать это советом одного человека, он в Совете создает четырех сопредседателей. Утверждает четырех сопредседателей. Ну, как бы, как должностная. Значит, в то время это кроме меня еще был доктор наук Скопина и Израилев Игорь Борисович. И еще один человек, сейчас уже не помню. Потому что он потом вроде ушел. Ну и так далее. И была аналитическая группа, которая занималась организацией обсуждений любых вопросов содержательно. Дальше. Теперь, если мы сравним три экономического совета чисто по формальным признакам. Итак, при Шаклении это был консультативный орган. Белых оставил его как консультативным органом. Васильев сделал его еще и совещательным органом. В чем разница? Ну, для радиослушателей, чтобы было понятно. Ну, видимо, надо спросить того, кто готовил, как бы, положение. Потому что совещательный орган, что, послушать, посовещаться? Ну, посовещались. Консультативный орган, понятно, он, как бы, накидать идеи. Накидать идеи, посоветовать, консультировать, там, и так далее, и так далее. Совещательный, мне непонятно, как бы, в этой ситуации. Дальше. При Шаклении в совет, значит, было написано, что входят, обратите внимание, не только руководители предприятий, предприниматели, там, и так далее, и так далее, входят ученые, дальше руководители предприятий, и, значит, он сделал так, чтобы там не было ни одного чиновника. И представителя надзорных органов. И представителя надзорных органов. Дальше, значит, это остается ситуацией, так сказать, при Белыхе, но у Белыха уже исчезает слово ученых. А при Васильеву входят руководители органов областной и федеральной исполнительной власти и депутаты. Прочитаю просто. Хотя, значит, да. Да, Лев Саламатов просто писал 13 декабря 2016 года, есть такой блогер. Да. Это как раз в день издания указа Васильевым, а вот создание экономического совета. Да, он там, ну, с жест, с точками пишет, но его претензия к этому созданному совету, воссозданному или там вновь созванному, что среди членов совета члены правительства, руководители надзорных органов, общественники, ректоры университета, ну, это как бы понятно, да, там университет должен быть, практически нет представителей бизнеса малого и среднего. То есть есть гендиректора крупных заводов, банкиры, депутаты ЗАГС собрания, нет представителей бизнеса. И нет ученых. Секунду, тут сейчас разручится. Владислав Леонидович, бизнес-эмбатсмен. Не забывайте, что у нас сейчас созданы два параллельных совета. У нас, ну, как бы, экономический совет и экономический совет лайт. Это совет по малому предпринимательству и инвестиционной политике. И, наверное, целесообразно... Я не знал об этом. Нет, в парочку сегодня я об этом говорил многократно. Есть такой совет, но мы пока... Они идентичны по своей структуре, по своему функционалу. Только как бы... Тоже при губернаторе? Совершенно верно. У них одинаковая структура, примерно одинаковый состав. Просто как бы экономический совет, это глобальная экономическая политика, которая как раз включает политику и крупных промышленных предприятий. А совет по развитию предпринимательства и инвестиционной политики больше и мере ориентирован на развитие как раз сегмента мелкого и среднего предпринимательства. Поэтому, наверное, целесообразно бы их рассматривать параллельно. И там тоже есть свое положение. Свою ложку, как бы тут Влад сказал, чтобы немножко запутать нас. Мы вернемся к второму совету тоже. Итак, структура при Шаклеине была двухуровневая. Координационно-аналитическая группа и экспертная группы. При Белыхе не структурировано, при Васильеве не структурировано. То есть непонятно, кто организовывает, хотя в положении понятно написано, что департамент, ну фактически Кряжева, как секретарь, должна там организовывать работу. Ну, министра экономического. Дальше при Шаклеине было основной задачей, там всего шесть пунктов основных задач было. Основная начиналась разработка принципов и стратегии экономической политики Кировской области. Это уже при Белыхе, значит, убрали, написали. Выработка предложений по основным направлениям, значит, экономической, инвестиционной, налоговой политики. И при Васильеве уже написано, не смейтесь только. Выработка подходов для повышения социально-экономической эффективности развития Кировской области. Запомнили? Повторить? Выработка подходов для повышения социально-экономической эффективности развития Кировской области. Запомнили? Что-то лишнее. Могу еще раз повторить. Что-то лишнее в этой фразе на мой. Ну, тем не менее, вопросы к разработчику, как бы. Дальше, значит, при Шаклеине не было председателя экономического совета, были сопредседатели. При Белыхе уже он становится лично сам председателем экономического совета. При Васильеве это сохраняется, но еще добавляется два заместителя. Один из них сидит сегодня в студии. Уже неприлично, надо поприветствовать. Да, да, здравствуйте, Николай Михайлович. Он присоединился. И секретарь. Сейчас заканчиваю, как бы. Дальше, значит, кто инициирует рассмотрение вопросов? Инициирует губернатор, заместитель губернаторов ОЗС. То есть там и руководители ОЗС, и его заместители, и председатели комитетов, и члены экономического совета. При Белыхе остается эта ситуация, а при Васильеве инициировать вопросы может только губернатор, члены правительства, и 10% членов экономического совета с представлением, там условия есть. 10% это не менее двух или не менее трех, интересно. Дальше Шаклеин, значит, включил в состав экономического совета 44 члена, из них ни одного чиновника не было. Белых, значит, включил в члены экономического совета 22 человека, из них только два чиновника. У Васильева 21 член, из них 5 чиновников, и лично он сам как бы... И самое интересное, как часто собирается экономический совет. И вообще надо его собирать или нет. Шаклеин говорил, что надо, раз квартал минимум. Это было заложено в положении? Это было заложено в положении. Пункт 5,5. Да. Белых говорил, то же самое, не реже одного раза квартал. А Васильев сказал, что только по мере необходимости. Но так как инициирует внесение вопросов Васильев, то, видимо, когда у него появляются вопросы, он и собирает экономический совет. Вот, собственно говоря, сравнение трех положений и ситуаций, которые сложилось на сегодняшний день с этой площадкой, о которой Владимир Александрович. Спасибо, раз в рамках данной дискуссии. Я все-таки как бы отставил позицию чиновников. Я пока не увидел что-то такого существенного ухудшения. И давайте исходить из того, что в любом случае данные документы, это документы достаточно живые. И состав совета, и даже функционал. Да, конечно, живые. 21 человек все, слава Богу, живые. Слава Богу. И в любом случае, я думаю, что если сейчас мы посвятим этому как минимум какое-то ближайшее заседание экономического совета по мере необходимости, то можно внести изменения как... Вы не посвятите. Я думаю, что почему? Губернатор посвятит. Вот у нас сейчас здесь присутствует заместитель обоих советов и экономического совета по предпринимательству. Заместитель не может посвятить. Давайте вот мы его выслушаем. Если только поручение губернатора им посвятит. К сожалению, пора уже уходить из первого часа программы «Дневной разворот». Николай Михайлович, благословите нас на вторую часть программы, которая через 20 минут стартует. Буквально 30 секунд. Вы знаете, я вот сейчас приехал с выставки из отчества «Вятка архитектурная». Совершенно конкретная тема. Идет в университетский форум. Вписываться в формат экономического дня, вписываться – это то, что сегодня нужно нашему городу. Я не уверен, что наше рассуждение о структуре совета, регламент работы интересует большинство наших жителей. Не уверен. Но это тема нашей передачи. Мы продолжим это дело после перерыва. Вероятно, тема интересная, важная. Азиз Алиевич высказал свою позицию. Я свое предложение дал по работе экономического совета. Спасибо, Николай Михайлович, он интересуется активно. Давайте сейчас реклама, да, Олег? И продолжим во второй части. Через 20 минут. Продолжение следует...